Дайте я угадаю. Вы только что досмотрели сериал Алиса, и теперь вам интересно посмотреть, как мы это снимали. Но сейчас мы вам кое-что расскажем. Может быть. Как будто демон просыпается, и я вот Алиса. У нее есть какая-то там пропасть. Я помню, что я расплакался. Я не играл еще такого. Так можно просто сойти с ума. Что-то безобразие, что вы себе позволяете. Часть у меня там есть. Стоп! Ну красотки, отлично же! Мы снимали Алису почти год назад. Летом, осенью и зимой 21 года. Но началось все с одной статьи. Мой коллега Женя Ивазян нашел статью, которую написала женщина-психолог, в которой она рассказывает про свою пациентку. Она пишет, что пришла мама к ней на терапию, которая не может справиться с дочерью-подростком, но она не понимает, что с ней происходит. И психолог в процессе работы выяснил, что мама-то ей не рассказала самого главного, что девочка слепнет, и это необратимый процесс. Постепенно мир будет сужаться и превратиться в маленькую точку. А потом исчезнет совсем. И ты решила от меня это скрыть. Психолог описывает историю такого радикального взросления на фоне недоверия к маме. В этой истории нас потрясла. А параллельно мне в руки попала книга Натальи Мещаниновой, где она описывает свое детство. Там было очень много такой непережитой, подростковой боли, что ли. И у нас с Женей возникла мысль, что Наташа – это идеальный автор сценария и режиссер для этой истории, девочки. Мне стало интересно зайти туда и понять, что внутри у этой девочки могло бы быть. Но мы не ходили к ней как к прототипу. И в целом это, наверное, было сделано сознательно, чтобы не привязываться и быть более свободными относительно сюжета и всего. И, в общем, не пересказывать реального человека. Чуть-чуть славнее, когда она заходит. Крупную Алису. Да. Восьмерку здесь вот такую. Наташа очень востребована сценариста-режиссер. Но ее так потрясла эта история, что, в общем, она взялась за нее сразу. Нет какого-либо анализа. Просто торкает история. И ты думаешь, блин, я бы это хотела делать. Пошли. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Со мной что-то случилось? Все хорошо. Ты чего? Все отлично. Я ее почти не вижу. Это побочные действия, лекарства. Вранье. Алис, да остановись. Послушай. Послушай, вот как бы я тебе сказала? Ну, чтобы что? Чтобы ты, я не знаю, умерла от горя? То есть ты все сделала правильно. Ты не жалеешь, что скрыла от меня это. Алис, ну я же тебя защищала. Это история про большую любовь и, конечно, про то, что происходит, когда человек переживает кризис вот этого подросткового взросления. Сложнее периодов в жизни человека нету, потому что он связан и с гормональным ростом, и с самоопределением, с отделением от семьи, с ощущением себя отдельной личностью. И поэтому, мне кажется, это вообще хорошая тема для общего обсуждения, очень важная. Когда рождается ребенок, нянчишь с ним, ночами не спишь. И вообще никак не думаешь, что этот ребенок, твой любимый ребенок вырастет и встает тебе нож в спину. На первый взгляд может показаться, что все очень просто. Это история про семью, где есть такие понятные какие-то проблемы, подростковый период, разлад с мамой, у старшей разлад с мужем. Но на самом деле это о сложных взаимоотношениях между людьми, о сложных каких-то хитросплетениях таких психологических, и мне это очень нравится. Убери от меня свои руки, меня тошнит от них. Только сейчас. Всегда. И очень интересно в это погружаться, это изучать. Я когда прочитал сценарий, я помню, что я расплакался. Все же нормально. Алиса идет на дно. С чего ты это взял? В том, что Наташа и Степан написали, в этом есть какой-то мощный очень образ больного ребенка, который начинает жизнь свою, выходит в большое плавание. Мне показалось очень ценно. Мы с тобой кое-что не закончили. Ты про что? Ты знаешь про что. Когда я делаю авторское кино, это всегда подмешивание своего личного, не автобиографического, но так или иначе ощущения какого-то от мира. Какие-то отношения, которые были у меня в моей семье, они трансформируются в сценарии. Это не факты, да, а это что-то такое, эмоции. Я не могу сказать, что Алиса это я, конечно, но часть меня там есть. Мне надо знать, когда я слепну. Это тебе точно никто не может сказать. Когда? Мне кажется, что она смелее. Я же не оказалась в ее ситуации, поэтому, наверное, меня так жизнь не поставила в такие обстоятельства. Поэтому, наверное, я думаю про себя, что я более такая мягкая. Когда было написано 4 серии, мы начали думать над тем, кто может сыграть основных персонажей. Идея с тем, что это Анна Никитична, возникла сразу. Наташа уже работала с Михалковой несколько раз. Наташа сразу позвонила, отправила ей первые серии, и она сразу согласилась, даже не дочитав сценарий до конца, что, в общем, такое золотое правило ее. Но в данном случае было такое доверие автору, и такой уже между ними был настоящий человеческий контакт, что Анна Никитична сразу дала согласие. В принципе, даже если бы она мне не дала ничего читать, я согласилась. Здесь даже история про степень доверия вообще ей, как режиссеру и как автору. И, конечно, Наташа и Степа Дивонь действительно одни из немногих авторов в нашем пространстве, которые так хорошо вообще пишут, такого уровня истории придумывают. Как-то так сложилось, что мы довольно быстро написали сценарий, быстро сделали подготовку, очень быстро нашли Лизу в качестве главной героини и зашли в съемки. Интересно, почему именно меня выбрали на роль Алисы? Давайте спросим режиссера Наташи Мещанинова. Я в Лизе почувствовала внутри, она не пустая, у нее есть какая-то там пропасть. И это так и оказалось с ровным счетом потом. Понятно, что у нее не такая драма, как у героини, но она тот человек, которому пришлось рано стать взрослой. Поэтому она похожа на Алису, и никто из девочек, который приходил ко мне, не приблизились к этому внутренне именно. У меня как раз с Алисой есть схожесть, то, что у меня цели и приоритеты в жизни другие. Наверное, не как у подростков, такого возраста, как у меня. Мне не интересно говорить часто о каких-то проблемах подростковых, там, не знаю, прыщей или что-то, не знаю, что-то такое. Я уже задумываюсь, что делать дальше. Когда пришла Лиза, которая по возрасту абсолютно сопоставима с возрастом Алисы, мы поняли, что эта взрослая не по годам актриса может вытянуть эту сложную роль. И не ошиблись. Да, она такая, но очень точно, мне кажется, подобрана в эту историю. И в жизни, и в кадре она человек такой своеобычный, что называется, непростой такая, она колючая. Интерес в том, что она непредсказуемая в кадре. Вот я так со стороны в репетициях наблюдаю, она очень интересная в том смысле своей непредсказуемости. Даже не начинай. Я перед Алисой смотрела тяжелые фильмы, чтобы какую-то истерику у какого-то актера подзабрать, в себя вложить, но сделать что-то свое, но с таким акцентом немного. Проходяйте телефон. Ищите телефон, подрываем. Нет, не телефон, не нового. На окно посмотри, как-то дальше садишься. Мама, выпустите меня! Она чувственный человек, ее надо подключить просто. Она когда вот уже всем своим поняла, не здесь поняла, а как-то вот поняла, как-то фундаментально телом поняла, она уже достаточно точно все делает. Мамочка, жалобно. Она все использовала способы. Орать, биться, стучать, жалобно. Все это через слезы, конечно. Мамуль, пожалуйста, открой. Нет, Алис. Да в смысле, блин, нет! Чего устроили тут? Где вы эту актрису нашли, блядь? У меня сердце бьется, как будто у меня тахикардия начинается. Бывают у нее такие сцены, что каждое слово положила в яичко, в корзинку. Стоп! Да, броди, Жень. Все, на сметанах. Спасибо огромное, Лиза, ты герой просто. Кинешь, ладно, все, пожалуйста. Я, да, не совсем. Еще как, я тащусь. С ней очень классно работать, потому что я не делаю скидку на то, что она вообще-то юная. У меня такие же требования к ней, как к Нихолковой. У нее нету каких-то детских предложений. Все очень профессионально, очень по делу. И все, что касается костюма, причесок, деталей, действий, которые нужно совершить, она профессионально четко все делает. Если так, так так. Это как раз очень интересно. И нам это всем развязывает руки. И мы куда-то все движемся дальше. Подожди, глядь, не идти пока. Анна Михалкова покорила меня. У меня еще немного проектов было. Она рассказала про многие фишки, как играть интересно, чтобы не просто смотреть и скучновато было, а чтобы прям заглядываться на игру актера. Да ты просто вредитель. Ты понимаешь, что ты натворила? Блин, я не знала, что она перманентная. Думаю, он смоется. Зачем? Скажи мне, вот это вот зачем? К примеру, в последних сериях я очень много плачу. И для того, чтобы это не выглядело одинаково, там, рев. Она мне посоветовала делать так. Где-то тихо, где-то громко. По-разному плакать, чтобы это не было неинтересно. Артисты постарше всегда начинают давать совет. Тут сложно избежать искушений этого. Я стараюсь это делать деликатно, и с ней интересно очень работать, потому что она очень отзывчива в работе. Она будет хорошей актрисой, я уверена. Настроена она? Роль училась или ты уже раньше держала в руках? Да, училась. Ты вроде как по видео начинала? Да. Без нас еще? Или уже с нами? Да, да. Без вас сначала я вообще не знаю, что это такое. То есть ты намедитировалась? Используй разные пальцы, не играя одним пальцем. Угу. Нет. Да. Я все вспомнила. Все, сейчас. Сейчас. Сначала. Да. Опусти. Опусти. Плечи опусти. И спину. Дмитрий Милсенко. У меня был второй в жизни поцелуй. Первый поцелуй тоже был на семечной площадке. И Иван Павлович. Здрасте. Было волнительно, но я как-то преодолела это. Оно все разлетучилось, когда я стала Алисей. Как будто демон просыпается, и я вот Алиса. Я не понимаю. Зачем ты со мной так жестоко играешь? Ты ведешь? Я не знаю, это какой-то пранк? Эксперимент над чувствами? Вы не выдерживаете жанр, Иван Павлович. Когда я читал сценарий, он еще не был до конца написан. Я прочитал первые четыре серии. Тогда в тот момент проб были написаны только они. Дальше, видимо, уже после того, как мы познакомились с Натальей Мещаниновой на пробах, и поговорили, может быть, когда уже моя кандидатура, видимо, была утверждена тогда, и персонаж дописался в том ключе, в котором он дописался. То есть ему были преданы некоторые человеческие ноты. Четверг во сколько? Не во сколько! Пошла вон отсюда! Ну, что мне делать, если я влюбился? Мне понравилось, что это как-то какая-то есть палитра, которая может сыграть этого еще. Я не играл еще такого. То есть слабых людей я играл, но именно слабые в эту сторону нет. Привет. Ты что делаешь? Мам, папа хотел сюрприз. Да, мы собираемся в сад. Ты что задумал? Что творишь? Чего я? Отойди от него. Наверное, я вообще первый раз играю такую замужнюю женщину с ребенком. Я обычно играла дочерей или девушек на выданье, что называется. А тут я как-то уже такая семейная. Ну, что ты меня вот здесь вот бросишь, да? Одного на улице, да? Ну, ты же не младенец и не инвалид. Если ты сейчас уйдешь, я не знаю, что я сделаю. Давай, давай, я пойду с тобой на работу, буду сидеть тихонько там. Нет. Скажем так, я ее понимаю очень хорошо как женщину. У меня очень много примеров перед глазами таких ситуаций. Это довольно часто встречающаяся история. И, конечно, я ей сочувствую, я ей сопереживаю, очень понимаю ее во всех ее проявлениях. Это на словах как-то всегда, ну, очень легко. Ну, ты возьми просто, свери вещи и уйди. А на деле это всегда связано с какими-то жуткими страданиями, необходимостью большой такой внутренней смелости это все сделать. И еще когда со стороны родителей есть давление, есть какие-то ожидания от тебя. Ты, Юля, завтра миришься с Артемом и едешь к себе домой. Юля? Блин, мам, я не могу вернуться к нему. Можешь. Нам надо идти на четвертый этаж, и там находится наша съемочная площадка. Мы идем в квартиру, где живет Алиса. Покажу свою комнату. Дра-дра-дра, добро пожаловать. Это моя комнатка. Скромная, подростковая, немного в стиле сериала «Эйфория». Мы можем заметить прекрасный абажур. Абажур, мустричку, которую я буду разбивать потом. Мы можем увидеть Алисин беспорядок творческий. Тут она творит, рисует, играет на укулеле. Сколько время? Время обедать. Алиса? Включи последний трек. Над Алисой мы работали с работавшейся командой. Это даже не коллеги, это уже друзья. Потрясающий исполнительный продюсер Ана Гаспарян, оператор Женя Цветков. Маруся Парфенова-Чухрая – это команда, которая сделала уже несколько хитов для старта. Здесь еще принципиально другой жанр, про хрупкое взросление, тонкая история. Кто-то пьет кисель. Вообще есть люди, которые пьет кисель? Дети, дети пьет кисель. Ты пьешь кисель? Вот он, этот человек. Обратите внимание, этот человек, который пьет кисель. У Наташи потрясающая такая энергия. Понятно, что это нервный очень процесс, сложный, но как-то ей удается это все так делать легко, при этом глубоко и по-настоящему. Наташа в этом смысле уникальный режиссер, потому что это, наверное, одна из самых спокойных съемочных площадок, которая была, хотя мы столкнулись с большим количеством сложностей, связанных с ковидом. У нас были съемки в больнице. В больницах в то время невозможно было практически снимать, и мы с трудом добивались разрешений. Но все равно на площадке царила такая абсолютно спокойная атмосфера, в которой каждый член команды знает, что он делает. Мне, как художнику, она дала свободу, и у нее есть описание того, как выглядит комната в сценарии, но она сразу сказала, что она не держится за какие-то прописанные вещи. Если это будет целостно, если это будет современно, то это будет интересно. В этой комнате есть скрытый символ. У Наташи есть картина, которая называется «Сердце мира», после которой она сделала себе татуировку с лисой. И я почему-то увидела этих лисят и подумала, что это будет ей приятный привет. И они понравились. И Наташа, и Женя, оператор. И мы решили их оставить. Главная героиня живет в таких немножко детских и бесячих обоях. И это такой некий символ того, что она уже взрослеет. И вот когда-то ей хотелось что-то такое миленькое, симпатичное. А сейчас очень резко меняется ее жизнь, и она это все хочет, наоборот, содрать. Это ей напоминает о том, что она еще маленькая и срывает в какой-то момент. Как такое? Прощание с детством. Надо увести мяч у нее. И она поворачивается и вызволилась. Жень, ты в этот момент свечу наорала, ты на нее наорал, игра продолжилась. Наташа очень четко дает задание, правда. Ну, то есть она не то, что говорит, ты как бы делаешь то-то, то-то, то-то. А она тебе сразу объясняет, почему. Но это очень быстро, очень четко и очень по делу. Мне кажется, что она занимается живыми вещами, живым процессом. Даже в том, что они... Я говорю, поставьте метки мне. Я вижу, так группа нам пригласит. И потом мы сняли сцену. Наташа подходит и говорит, наверное, исключение сделаю, потому что мы не ставим метки артистам. И для меня это какая-то лакмусовая бумажка. И даже в том, что они переписываются... Я готовлюсь к одной сцене с вечера, А прихожу на площадку, мне дают совершенно другой текст. И я уже привык, молчу. Хотя, наверное, надо было сказать, что это безобразие, что вы себе позволяете. Мне кажется, что в этом признаки живого процесса. Но она не легла спать после смены. А она занималась тем, что она будет делать завтра. Для нее это было важно. И она что-то меняла. А вот они выпили эти стаканы полностью, они же не залпом бьют. Да, конечно, только ты выпил. А что я тогда говорю, еще по одной? Там у них мало будет вина. А, ну обновить, да? Давайте еще по одной. У Наташи это традиция на площадке переделывать текст. Что-то вырезать, что-то добавлять. Какие-то фразы кажутся хорошими на экране ноутбука. А потом, когда их начинает произносить герой, понимаешь, что они мертвые. Что они, в них нет никакой энергии. И приходится переделывать. Ого, круто! Круто вообще! Зам, что вы сняли? Как вы сняли? Что-то, что я не пить. Возьмем с плейбэка. Мне важно, что я говорю. Просто важно. Мне важно, чтобы это было достоверно. И мы с Наташей прям посадились и читали, читали, читали. И Наташа очень тоже слышит. Даже когда мы начинаем разводить что-то, она говорит мне, вот эта фраза лишняя. Мы убираем это. Ты не виновата. Просто тебе невозможно понять. Если бы тебя спросили, что бы ты хотела видеть в последнем своей жизни? Ты бы выбрала это. Вы когда-нибудь представляли себя на месте Алисы? Что бы вы сделали до наступления полной темноты? Что бы я хотел увидеть? Да, наверное, подольше остаться со своими близкими. Ну, увидел ты Тадж-Махал. Ну, что? Ну, увидел. Можно на картинке посмотреть. Как это Гришковец, как я съел собаку. Говорит, стою перед Моной Лизой и ничего не чувствую. Ну, не чувствую. А ты себе говоришь, чувствуй, чувствуй, сука. А ничего не чувствую. Мона Лиза, великая картина. Я не чувствую. Говорит, а вечером махнул венца и пошел гулять по Парижу. И раз, и почувствовал. Поэтому тут, черт его знает. Не знаю, это такой эмоциональный вопрос. Наверное, бы стало очень много смотреть художников. Сильнее, чем раньше. Чтобы запомнить. Ну, искусство же, оно с областью чувств работает. Поэтому, там, даже, скажем, пейзаж с горы, который вы увидели вживую. Нет, это, конечно, тоже впечатление, но искусство большее, мне кажется. Я бы путешествовать поехал, конечно. Ну, если бы у меня были средства для этого. Старался увидеть как можно больше. Ну, взял бы с собой людей, любимых. Прыгнуть с парашютом. Нет, мне кажется, на это я никогда не решусь. Может быть, надо было бы пересмотреть, пока можно, всю классику кино. Увидеть, да, весь золотой век Голливуда или что-нибудь такое. Всю Французскую новую волну. Не знаю, даже не хочу теоретизировать на эту тему. Я не проецирую эти вещи на себя вообще. Стараюсь это не делать, потому что так можно просто сойти с ума. Знаешь, что она сказала? Ну. Что она слепнет скоро. Кем надо быть, чтобы такое придумать? Какой надо быть жестокой? Она просто подросток. И просто сейчас очень тяжело. А что ты ее защищаешь? Для меня это история, наверное, о каком-то поиске выхода. О том, как девочка, можно сказать, прощается с этим миром в какой-то степени. И готовится к какой-то самостоятельной жизни. Что для нас всех молодых ребят очень актуально. О том, как мы ложью можем просто все разрушить. И отношения с собственным ребенком, отношения со своими близкими, с мужем. Про то, что ложь убивает все. Про то, что надо думать не только о себе. Нельзя ложью сохранять семью. Нельзя делать вид, что все хорошо, когда это не так. Юля, ты где? Я на турбазе, я говорила, я же говорила. А что там за мужики, Юль? Это коллеги мои. Ты пьяная, что ли? Я в говно. Проект, помимо основных каких-то смысловых слоев, о хрупкости, взрослении, об одиночестве, затрагивает очень важную тему того, что каждый человек имеет право сам определять свою судьбу. Задавать вопрос, а что я хочу? И кто придумал эти правила? Человек должен иметь право на свою собственную жизнь, на свой диагноз, на свою смерть и вообще на все, что хочешь. Нельзя забирать это. Никакими благими намерениями это не может быть оправданно и приведет к катастрофе. Прежде всего про это. Ну и там дальше все остальное. Там несколько слоев, несколько пластов есть. Для меня одним из является то, что они немножко все ее окружение инфантилы такие. Они все в ней ищут опоры, как будто она взрослый человек, который она может им дать какую-то помощь и опору, а на самом деле она ребенок, который сама нуждается. Ее плечи выпадают как раз в какие-то испытания, как на взрослого человека, а взрослые люди в этот момент ведут себя как дети, даже хуже. Когда я писал начало восьмой серии, я не знала финал восьмой серии, то есть к чему я приведу ее, точнее она меня, как мы это все вырулим. Это интересный очень процесс такой. Она могла бы поехать в Москву и начать воплощать свои планы в жизни, могла простить всех и остаться, значит, могла еще чего-то там как-то, могла встретить принца. Спасибо за доверие Ире Сосновой, что никто не требовал от меня срочно рассказать, чем все кончится. Все как-то понимали, что это такой процесс и в общем в итоге остались довольны, надеюсь. На заставке звучит трек «Не могу дышать», там девушка поет «Не могу дышать», «Не могу дышать», могу дышать подходил несколько человек на фестивале после показа двух серий и говорили ребят ну реально не могу дышать когда твоя история вызывает такие эмоции это конечно очень вдохновляет потому что эмоции и мысли это то что ты хочешь чтобы оставалось после просмотра здесь есть все для того чтобы зритель просто туда погрузился и вместе со всеми этими персонажами прожил и их нелегкий период жизни чем прожил с большим интересом загадала желание все равно не спустя главное загадать там уж разберутся и и и Продолжение следует...